Один из выдающихся физиков современности после ознакомления с Исконной Физикой АЛЛАТРА сказал «Эти Знания выведут современную физику из литургического сна. Это радикальный пересмотр устоявшихся понятий и представлений. Вся сложность физики превращается в гениальную простоту, когда понимаешь, что до этого ты наблюдал лишь комбинацию дублированных теней, а не суть реального процесса». Как говорится, истина всегда проста. Структура элементарных частиц Природа очень богата на разнообразие составляющих её частиц. Знание Исконной Физики АЛЛАТРА позволяет заглянуть за занавес тайны строения материи и узнать о начальной стадии зарождения её первичных взаимодействий и процессах. С глубокой древности известна таблица, где обозначен количественный состав фантомных частичек по каждой из частиц, которые находятся в основе наиболее распространённых и значимых процессов природы, связанных с взаимодействием материи и её строением. В ней имеется описание как ныне известных частиц, которые в древности упоминались под иными названиями и обозначениями, так ещё и неизвестных науке на сегодняшний день. Например, частица, которую в современном мире именуют протон, состоит из 12 по – 12 фантомных частичек по. Электрон состоит из 13 по – 13 фантомных частичек по. Нейтрон из 33 по – 33 фантомных частичек по. Таблица включает в себя и уникальные частицы, имеющие сложную внутреннюю структуру, неизвестные на сегодняшний день официальной науке, состоящие, например, из 25 по, 39 по, 47 по, 60 по, а также 72 по. Знания о количественном составе фантомных частичек по, входящих в ту или иную элементарную частицу, открывают огромные возможности для человеческой цивилизации. Например, они позволяют с абсолютной точностью просчитать любую реакцию при любых условиях её протекания, вычислить формулу состава любого вещества, живого и неживого объекта и так далее. Учитывая, что данный доклад предназначен для первичного ознакомления участников из разных стран мира Международного общественного движения «АЛЛАТРА» с исконной физикой «АЛЛАТРА», в нём приведены наиболее доступные для понимания примеры. В частности… Ознакомим с неизвестной на сегодняшний день официальной науке информацией уникальной фантомной частичкой По, которая является основой любой силовой частицы, составляющей стержень силового взаимодействия, Аллатовской фантомной частичкой По. Дадим краткое описание структуры нескольких уже открытых и наиболее загадочных элементарных частиц – фотона, нейтрина, электрона, имеющих в своём составе аллатовскую фантомную частичку По. Приведём простые примеры расчёта количества фантомных частичек По в ядрах атомов, проверки формул ядерных реакций. Зная схему вычислений, их может с успехом повторить даже школьник. Безусловно, существуют и другие, более сложные расчёты энергетического выхода ядерных реакций с выделением и поглощением энергии и так далее. Но они интересны разве что узкому кругу специалистов. Понимая первоосновы, для любого хорошего специалиста не составит труда вникнуть в этот процесс самостоятельно и понять гораздо больше, чем изложено публично. Сегодня бытует мнение, что в глубокой древности жили охотники и собиратели, которые имели якобы примитивные представления о материальном мире и его устройстве. Замалчиваются неудобные факты о существовании предшествующих цивилизаций, которые намного опережали по развитию современное человечество. Эта гипотеза вложена в умы большинства людей, чтобы они не задавали лишних вопросов, не задумывались о смысле своего существования, о собственном духовном преображении и преображении всей цивилизации. Артефактов, которые подтверждают то, что в древности до современной цивилизации существовали более технологически высокоразвитые человеческие цивилизации, предостаточно. И с каждым годом эта коллекция, неудобных для системы фактов, пополняется новыми открытиями и находками из разных уголков мира. Например, на сегодняшний день есть неопровержимые материальные доказательства того, что 140 миллионов лет назад существовала высокоразвитая цивилизация. А остатки былого научного наследия ранних высокоразвитых цивилизаций можно проследить даже в недавнем прошлом в цивилизациях Древнего Египта, Шумер и Индии. Достаточно изучить вопрос, какими цифрами и вычислениями они оперировали и какие имели таблицы, приборы и технологии. Изменят ли эти факты судьбу нынешней системы потребительского общества, которая и так стоит на краю бездны? Всё зависит от нашего с вами выбора, дорогие зрители. Если сами люди начнут духовно пробуждаться и своими ежедневными действиями менять себя и окружающий мир в сторону вектора духовно-нравственного развития общества, то всё изменится. Ведь для этого есть все Знания и возможности. Исконная физика АЛЛАТРА 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 Продолжение следует...